Чем больше детей, тем ниже ставка по ипотеке. Речь про новый механизм поддержки семей. Ольга Пырочкина подробнее. Трехнедельный Гриша спит у мамы на руках и не подозревает, что с его появлением на свет семья Воронцовых будет платить по ипотеке в разы меньше. На начало ипотечного кредитования мы платили порядка 17 тысяч в месяц. После помощи нашей дочке материнский капитал был тоже направлен на погашение ипотечного кредита. Уже стали платить гораздо меньше, порядка 12 тысяч. Ну и сейчас при рождении третьего ребенка мы будем оплачивать в сущности копейки 8 тысяч. То, о чем говорит Евгений, называется семейная ипотека с господдержкой. Воспользоваться ей могут семьи, у которых с 1 января этого года и до 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. В течение нескольких лет они смогут выплачивать ипотеку по субсидированной ставке 6%. Такую возможность в Чувашии предоставляет ипотечная корпорация. И сегодня у Воронцовы заключили договор перекредитования. Сейчас документы на перекредитование готовят еще несколько семей. Они тоже в ближайшее время ждут пополнения. Пайковы уже посчитали. Их экономия за 5 лет составит 350 тысяч рублей. Осталось ждать долгожданного момента. И, надеюсь, также подпишем договор и снизим свою ипотеку. Хочу высказать в адрес глав семьи. Они, беря на себя эту ответственность, улучшают свои жилищные условия. Не ждут, когда, допустим, дайте нам безвозмездное жилье, мы переедем. Это практически инициатива с их стороны, плюс наши государственные программы, президентские инициативы Владимира Путина. Родители отмечают, второй и третий ребенок – это непростое, ответственное решение, которое, впрочем, дается легче, когда можно рассчитывать на такую помощь. Конкретно я здоровью позволяла, вообще пятерых родила.